Сегодня игра, сегодня важный матч, все стали на своей позиции, нас много ребят, но цель одна, мы все здесь, чтобы побеждать, разрывать, нам нужна победа, победа, победа. Здравствуйте, сегодня я, Никита Смагерин, подготовил для вас итоговый видеообзор, который, в общем, включает там все аспекты турнировной интриги, там самые знаковые события, знаменательные матчи, конечно же, всевозможные сюжетные повороты, которые сопутствовали этому сезону команд Премьер-лиги МОС-3 дивизиона Б. Собственно, буквально только что, вы помните, да, буквально несколько дней назад завершились финальные уже встречи, плей-офф, и по-прежнему это все на слуху, это обсуждается, мы, собственно, помним, и впечатления, серьезные эмоции вызывают эти матчи. Но сейчас я предлагаю вам буквально на минуту окунуться, так сказать, в историю и вспомнить, что же у нас приключалось в регулярном сезоне, потому что все-таки, да, он предшествовал розыгрыши плей-офф. И так, конечно, в общем, явным лидером команды, которая не оставила никаких сомнений в справедливости своей итоговой победы, стала ЛСР-строительство М. Команда, собственно, пополнила тот редкий клуб команд, который проходит гладкую дистанцию регулярного чемпионата, не потеряв ни единого очка, а именно этой удалось команде ЛСР-строительство М, 21 очко, удалось набрать команде. И, собственно, есть вариант то, что даже в последнем туре команда встречалась с первым рентом Сантьяпи и при определенных раскладах могла потерять титул, но и даже в этом матче крайне уверенно действовали футболисты ЛСР-строительство М. Вообще хочется отметить, что, конечно, их такая, в общем, главная, да, наверное, игровая добродетель, главная игровая характерная черта, это чрезвычайно спаянный такой коллектив, чрезвычайно дисциплинированная команда, которая в первую очередь крайне надежно играет в обороне и демонстрирует очень хорошую реализацию в атаках. То есть можно сказать, что нет такой роста, может быть, моментов, да, которые создают ЛСР-строительство М, но имеющиеся шансы реализуют очень-очень четко. На втором месте в регулярном сезоне у нас была команда Антьяпи, которая крайне, в общем, так бодро стартовала и, в общем, мне в определенные моменты виделась главным прецедентом. На чемпионство Антьяпи демонстрировал такую изящную, в общем, классическую атакующую игру с применением всевозможных инструментов арсенала комбинационной игры в мини-футболе, и стеночки, забегания, открывания за спину защитникам, и, соответственно, такие тонкие ходы при многоступенчатых комбинациях, и дальние удары, использование стандартов, быстрый переход из обороны в атаку, в общем, чего только нельзя было увидеть в восполнении Антьяпи. Но все-таки команда потерпела, да, поражение вот в матче с конкурентами, и не хватило вот этих очков тоже, да, для первого места, но команда реабилитировалась еще дополнительно в плей-офф, и об этом еще потом скажем, словно. Соответственно, у нас была мощнейшая-мощнейшая конкуренция за третье место, где лишь по дополнительным показателям Флет Эко сумел опередить спецстроинжиниринг. Флет Эко, история, так сказать, эволюции, история успеха этой команды, как раз вот и является таким очень характерным примером. В начале, в первых турах не особенно ярко действовала команда, не удавалось сразу, да, выиграться, влиться в этот игровой ритм, найти свой рисунок игры. Но впоследствии добирала, добирала команда Флет Эко, причем это, пожалуй, была самая эмоциональная, самая страстная, в хорошем смысле, слово команда, которая, в общем, демонстрировала, конечно, самоотдачу просто за гранью, даже для профессиональных команд, и это, возможно, было главным игровым козырем, и удалось опередить по дополнительным показателям спецстроинжиниринг. Спецстроинжиниринг также демонстрировала очень симпатичную игру в атаке, пожалуй, очень эффективно использовала игровое пространство команды, растягивала оборону, такую, в общем, так называемую тики-таку демонстрированного команды, и, возможно, если бы удалось несколько удачнее сыграть с конкурентами, то удалось бы навязать борьбу за более высокие места. Также стоит сказать пару слов и о плей-офф. Так получилось, что как раз именно Ант Япи в финальной встрече с командой Озон.ру, кстати, которая, да, еще пока не была нами упомянута, удалось Ант Япи победить и все-таки завоевать трофей, что в целом по футбольному, по спортивному справедливо, потому что, учитывая, какие фрагменты игры демонстрировала эта команда, было бы, конечно, пьющей несправедливостью, если вообще бы без трофеев завершила она свое выступление. А так кубок есть. Озон.ру тоже серьезнейшую эволюцию провел, потому что команда несколько, да, так бросала тот же арт в холод, не было стабильной игры, не было стабильных результатов, но начиная с последних туров регулярного чемпионата и в плей-офф, команде удалось преобразиться. В атаке просто настоящая симфония зазвучала в исполнении этой команды, и вот какой результат. Финал вышли, но не смогли победить. ЛСР Строительство М в матче за третье место переиграл как раз к ЛТК, что вполне, наверное, логично, учитывая все-таки положение команд в турнирной таблице гладкого сезона. Ну вот и ЛСР Строительство М занял таким образом третье место. Таким был этот сезон, уверен, что следующий получится не хуже, а только лучше. Ждем всех вас на наших полях, и мне было очень интересно наблюдать за играми в вашем исполнении. В общем, ждем, ждем. А этот обзор для вас подготовил Никита Смагин.